Вот очень интересно. В советское время писали Иване Виброве, Германия. Привет, где существует Фермуси. А сейчас вообще ничего. Несколько слов о певце. Живлю. Несколько лет назад, вот, уважаемый Росбухан, несколько лет назад, вот у меня с ним такое дело будет, я был в Зайсбурге, значит, в Австрии. Вот, я был в Мюнхене на фестивале памяти замечательного молодого автора Виктора Шнейдера, да, из Питера. Вот, и я, выступали в Зайсбурге, домашний концерт. Зайсбург, там, Моссерд и так далее. Вот, и ко мне на концерт пришел очень пожилой немец типичный, лысый человек, небольшого росточка, элегант одетый с бабочкой. И, значит, ну, и там похлопал, сказать, очень хороший гитарист, вообще замечательные песни и прочее. А в следующий день он пришел и принес кассету. А этот, когда тоже выступал, это уже много лет прошло, вот я хочу принять кассету. И я вежливо обращался, я чуть торопился, и он ушел. И мы поехали, значит, на поезд, значит, с этим, с Ильей Тимаковым. И в поезде раскрыл эту кассету, вылезает Иван Ребров. Я был потрясен. Я, голос Ивана Реброва, я помню много лет, потому что на всех советских кораблях, это запрещенный исполнитель цыганских песен, который пел в ресторане, там, Казак, пел Казачок и многие русские песни. Я говорю, действительно, вот если была там вторая эмигрантская литература, то была вторая эмигрантская песня. Иван Ребров, Красная Рубашка, тогда еще с Казырями увидим, арестворял, значит, ее для всего мира. И могучий совершенно был голос и прочее. Я так пожалел, чтобы он мелькнул, и все, не поговорить ничего. Понимаете, вот так. Значит, живое, Иван Ребров. Это вот вопрос. Что у нас там дальше?